Доброе утро, коллеги! Хочу поделиться с вами новостью, которая вот уже несколько дней тревожит Керчанны. Вечером 10 декабря жители улиц Набережной и Айвазовского вместо свежего морского бриза почувствовали резкий запах нефтепродуктов. Виной этому стали маслянистые пятна, которые сейчас находятся по всей длине Набережной. Их ширина составляет около 3-4 метров. Происхождение пока неизвестно. Причину загрязнения устанавливает Росприроднадзор. Теперь предлагаю посмотреть сюжет моей коллеги Екатерины Рябовой. Игорь Ларцев не упускает возможности с утра погулять по Керченской набережной. Живет недалеко. В этот раз маршрут пришлось изменить. Причина – резкий запах. В районе так называемой утинки запах резко бросается. Невозможно идти. Развернулись, пошли обратно, потому что невозможно гулять. Определить источник запаха оказалось несложно. У самого берега морскую гладь затянула маслянистой пленкой. Резкий химический запах на городской набережной Керчани почувствовали вечером накануне. Когда находишься долгое время у воды, начинает кружиться голова, во рту появляется горьковатый привкус. А вот такие радужные пятна растянулись на десятки метров. За ночь неизвестную жидкость течением унесло к местам спуска в воду. Тут сконцентрировано неприятное испарение. Бензином мне так показалось. Сначала набережной. Загрязненный участок обследовали экологи. По предварительной информации, жидкость, оставляющая радужные круги, течением принесло с восточной стороны акватории. Установлено наличие пленки, скорее всего, вследствие попадания углеводородов в морскую воду. Примерной ширины от 3,5 до 4 метров по всей набережной с характерным запахом ГСМ. Данные о происшествии передали с Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Из Новороссийска в Керчь выехала лаборатория для забора проб воды. Журналисты телеканала «Крым-24» также направили в ведомство информационный запрос. Мы продолжим следить за развитием событий. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. О том, какие меры были приняты и стоит ли керчанам опасаться за состояние экологии в городе, сегодня мы узнаем у Ольги Моисеенко, заместителя начальника управления экологического надзора Керчьевского региона, заведующей отделом экологического надзора города Керчи, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, первый вопрос будет такой. Какие меры были приняты, когда узнали о таком происшествии? Сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов было проведено рядовое обследование акватории Керчьевской бухты Азовского моря вдоль набережной, в ходе которого было установлено, что акватория покрыта пятнами и пленкой нефтепродуктов, источник сброса нефтепродуктов на момент обследования не было установлен. Так как согласно соглашению между Федеральной службой в сфере природопользования Роспроводнадзора и Советом Министерства Республики Крым, Государственный экологический надзор в морских водах осуществляет Роспроводнадзор, данная информация по данному факту была передана в Черноморозовское морское управление Роспроводнадзора для принятия мер реагирования в пределах компетенции. Но все-таки может быть есть какая-то предварительная причина вот такого загрязнения в море? Нет, на момент обследования не установлен, но скорее всего это сброс какой-то аварийный, может быть судов при заправке судов, может какого-то предприятия. Это будет все устанавливать компетентные органы. Как-то повлияет вот эта пленка маслянистая на ихтиофану? На ихтиофану, скорее всего, эта пленка не повлияет, так как загрязнение небольшое, пленка разрывается, в принципе, при волнении. Слой не густой, поэтому думаю, что на ихтиофану никак не должно повлиять. Хорошо. А кирчану стоит опасаться за свое здоровье? Нефтепродукты, конечно, имеют характерный запах, может быть чувствоваться головокружение. Возможно, стоит избежать пока что прогулок вдоль набережной, но на здоровье это не должно влиять. На самом деле это, конечно, радует, что все-таки кирчане могут пока как-то более спокойно, наверное, гулять в центре, к морю не подходить, но все-таки хотелось бы знать, может быть, в какие сроки вот это пятно будет устранено, его унесет течением или что? Какое будущее его ждет? Я думаю, что будет приниматься безотлагательные меры по ликвидации этого пятна. Сотрудники Роспроднодзора, я думаю, уже выехали и будут приняты все меры для ликвидации этой аварии. В истории Керчи все-таки такие ситуации встречались, скажите? Знаете, на моей памяти нет. Может, было в году в 2013-2014, но в последнее время нет. А вообще в Черном море, наверное, частое явление, когда нефтепродукты сбрасывают с кораблей и так далее, появляются такие разливы. Ну, в принципе, в Черном море. Вообще сброс судов запрещен, возможно, может, какие-то аварийные разливы бывают, но для этого принимаются меры, сразу устанавливается боновое заграждение судами, чтобы эти пятна не растягивались по всей акватории моря. Хорошо. Ольга, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, пролили свет на эту непростую ситуацию с разливом нефтепродуктов у нас в Черном море, как раз-таки на набережной в городе Керчи. К этому часу в Керчи все. Я передаю слово студии. Большое спасибо, Дарья. Желаем вам все-таки хорошего дня, несмотря на такие серьезные новости. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Дарья Зимина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова